Анатолий Иванович Антонов родился 15 мая 1955 года в Омске. В 1978 году окончил факультет международных экономических отношений МГИМО, в 1984 году – аспирантуру при МГИМО. В 1978 году поступил на работу в Министерство иностранных дел СССР. Занимал различные должности в загранпредставительствах и Центральном аппарате МИД СССР, затем в Министерстве иностранных дел. В 2004-2011 годах – директор Департамента по вопросам безопасности и разоружения Министерства иностранных дел. В 2011 году назначен заместителем министра обороны. В 2016 году назначен заместителем министра иностранных дел, где курировал вопросы военно-политической безопасности. С августа 2017 года – посол России в Америке. Аппарат Министерства иностранных дел СССР в Америке 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 в Америк Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Народ России верит, Владимир Владимирович, что вы сильный, мужественный, честный, порядочный человек, ничего общего ни с какими миллиардами не имеющий, человек опытный, все-таки 16 лет уже управляете нашей страной. Поэтому, безусловно, они поверят вашему ответу на мой 14 вопрос. А вопрос вот такой. Что бы вы, уважаемый Владимир Владимирович, сказали руководителе страны, какой-то где-то, в Америке, в Австралии, на Луне, на Марсе, не важно. Какой-то страны, относительно которой точно известно по статистикам, по социологиям. Известно, ну как минимум, 21-22 позиции. Первое. Растет смертность. Второе. Убегают мозги ученых и молодежи за границу. Падает ВВП, производство и инвестиции. Четвертое. Растет добыча сырья и падает выпуск современной, дорогой, сборочной, конечной потребительской продукции. Пятое. Растет безработица. Шестое. Растет преступность. Седьмое. Падают зарплаты и уровень жизни большинства народа. Восьмое. Валюта этой страны бьет рекорды по нестабильности и девальвации. Девятое. В этой стране от 60 до 90% импортируют лекарств, компьютеров, чипов, самолетов, станков, оборудования. Десятое. Больше 30% продовольствия импортируют в эту страну. Одиннадцатое. За 15 последних лет из нее вывезли. Вывезли, а не ввезли, по разным подсчетам, от 700 до триллиона долларов денег. А в стране все время заявляют, что они ждут внешних инвестиций. Двенадцатое. Школьники и студенты не могут найти, будучи выпускниками, себе работу и перестают в мире получать призы и медали на международных олимпиадах, потому что уровень образования снизился. Тринадцатое. Патентов научных статей, открытий уже меньше, чем едва ли не в Иране. Я повторяю, да, вы помните, но вот сейчас это вся коллекция для этой страны на Марсе. Четырнадцатое. Растет число бедных и одновременно число супермиллиардеров. Пятнадцатое. Правитель этой страны помог стать миллиардерами всем своим друзьям и даже родне. Они в одночастие стали долларовыми миллиардерами и офшорными донорами. Шестнадцатое. Из 85 регионов этой страны более 75 имеют дефицитные бюджеты. Семнадцатое. Разница между обеспеченностью в отдельных регионах этой марсианской страны составляет десятки раз и сотни раз. Восемнадцатое. Фальсификации на выборах в этой демократической марсианской стране, на выборах в ее парламент и выборах ее президента достигают десятков процентов. Девятнадцатое. Из администрации президента в той стране губернаторам дают задание, кто и сколько должен добиться процентов на выборах для вашей партии уже в сентябре этого марсианского года. Двадцатая. В кино и на телевидении этой страны по-прежнему мат и порнография. Двадцать первое. Пенсионеры там не получают и сорока процентов от уровня зарплаты, которую они получали, работая. Двадцать второе. Это государство изъяло деньги пенсионеров для спасения банка-банкрота, который обанкрочен на финансирование зимней олимпиады, на выплатах 50 миллиардов долларов, которые не только испарились, а теперь еще и испаряют накопление пенсионеров. Двадцать третье. Министры правительства в этой стране не декларируют свои миллионные квартиры и вице-премьеры в вашем правительстве этим отличаются. И откуда у них на эти квартиры средства, ну вам, наверное, известно. Поделитесь этим. Этот список признаков марсианской страны, каждый, кто завтра будет слушать президента, очень хорошо знает. Часть из этого списка завтра в вопросах прозвучает. Поэтому мой последний вопрос уважаемому всенародно избранному президенту России Владимиру Владимировичу Путину. Что бы вы сказали о такой марсианской стране и о ее президенте, который 16 лет этой страной правит и доправил ее вот до этого марсианского уровня? Как бы вы определили этого руководителя? Конечно, мы с вами понимаем, что это моделирование условно. Я и начал с того, что завтра будут применяться специальные технологии. Но зато завтра у вас и тех, кого вы можете пригласить к этому, к этой интеллектуальной тренировке, будет возможность проанализировать это шоу и уровень управления нашей страной. А проанализировав, понять, что при таком управлении нашей страной придет она только туда, куда она сейчас и идет. Даже не к кризису. К краху. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ